Добрый вечер. Говорят, в Москве какая-то авария случилась, большая пробка, кто-то не доехал. Сегодня одна из немногих возможностей начинать почти вовремя. Спасибо Алексею Семеновичу. Друзья, я не знаю, как это получилось, но нам сегодня три года уже стукнуло. Мы начинаем третий сезон, номер 70. Сегодня мои друзья замечательные, которые отозвались прийти, которых я обожаю. Одна из них Анна Викторова, которая здесь. Спасибо тебе, Аня. И хочу сказать, что этот человек в свое время, когда был в Operonite номер 2, я позвонил Ане, сказал Ане, вот я такой проект придумал. Идея такая. Если интересно, приходи. Я думаю, что это нужно. Аня приехала, спела. Это был Operonite номер 2. Был совершенно фантастический вечер. Первый джемсессион произошел на этом концерте. И Анна с Андреем Брюсом сходу, они не знакомы, они спели сцену из «Царской невесты», дуэт Грязнова и Любаши. Это было совершенно потрясающе, эмоционально, актерски. Можно это посмотреть на сайте. И потом, да, можно похлопать, потому что это удивительная запись. И потом мы с Анной общались. Анна, вот, собственно, тебе низкий поклон здесь. Потому что Аня тогда сказала одну очень важную фразу для меня, которая имела значение в дальнейшем. Потому что нам сегодня 70. Аня сказала, что этот проект очень нужен нам, вокалистам. Очень нужен. Аня, помнишь, ты говорила им? Вот, ты знаешь, частично благодаря этой фразе нам сегодня 70. Спасибо тебе. Ты поддержала этот объект совершенно потрясающий. И спасибо, что ты сегодня здесь. Я приглашаю на сцену бессменную, удивительную, очаровательную Нелли Пчелинцеву, которая совершенно потрясающая пианистка. И она привела очередного молодого кота в мешке, Владислава Паванаси. И совершенно интересная композиция. Очень актуальна, кстати, по-моему, сегодня на площади, по-моему, по Парку Победы будет собираться народ по поводу жутких катастроф, которые были в Одессе. Как-то, наверное, связаны цыганков, славянский концерт, первая часть, дума об Украине. Спасибо. 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 Владислав. Владислав. Всего лишь студент. Помню, тут уже поздравления за сцену. Всего лишь студент первого курса. Да? Первый. Потрясающе поздравляю. Буду рад видеть тебя. Тем более. Друзья. Представляю. Не могу сказать, что кошечка в мешке. Но, в принципе, для опера нет кошечка в мешке. Конечно, я эту прелестину особо уже знаю. Мы с ней встретились этим летом на знаменитом Зальцбургском фестивале. Нет. Не пугайся. Она не в Зальцбургском фестивале пела. Она пела на мастер-классах. Но это уже тоже очень серьезное заявление о себе. Я приглашаю на сцену. Мужчины, держитесь. Елизавета Байсли. И мы исполним Гендель Аликсерксей из опери Ксеркси. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я буду надоедать вам весь вечер. И за роялем, и с микрофоном. Сейчас я не знаю. Их ногу. Нет, это ногу. Оно точно будет. Оно точно будет. Оноisin. Так. Оно 세상ение будет. Типа. Хорошо. Спасибо. Мы сейчас�им на哦. Играет музыка 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 Спасибо. 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 Аня Викторова. Мы исполним... Кстати, Аня, могу сказать, что с новой оперой? Да. Солистка новой оперы. Еще хочу обратить внимание... Сейчас мы поедем, потом обращу внимание. Сейчас я обращу внимание на то, что мы исполним Петра Ильича Чаковского, Арии и Анны из оперы «Орлеанская дева». Анна Викторова, лауреатком Петра Чаковского. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, музыканты могут понять У меня такое же ощущение есть с Гришей Соловьевым Поскольку мы достаточно давно работаем Всегда понятно, куда пойдет музыкант Его фразу Интересно, потому что не со всеми это бывает Анна Викторова Я приглашаю на сцену очень интересную девушку Которая буквально 20 концертов назад Это было какой-то января Мы отмечали юбилей Opera Night 50 И это был забавный концерт Можно в Ютубе посмотреть Юля тогда вместе с замечательным Алексеем Сканави Изображали пьесы Эрика Сати Это была чисто импровизация Люди, которые были здесь Они просто не знали, за что хвататься Потому что хохот стоял гомерически Юля тогда изображала креветку Потому что Эрика Сати написала пьесы По креветкам, да, Юля? Да А сейчас Юля У нас девушки сегодня такие Зали, как же глаза распихаются Юля сейчас исполнит Александр Розенблат Очень интересное название Интрада и Фуга И вторая пьеса Соната Которая называется Если бы Скарлатти Что же, вспоминаем, это значит 16 век Если бы Скарлатти мог свинговать Мне уже название очень нравится Юля Куликова Это премьера, господи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Петя, я не знаю, тебе вот сейчас прямо вот так Тебе выдать Выходи Петр, а теперь слушайте внимательно Лунстрем, знаменитая фамилия Это внука Олега Лунстрева Еще Михаил Воскресенский Еще профессора Московской сказочной консерватории Выдающегося русского пианиста Михаила Воскресенского Который сыграл всего Шопена И не только, да Петр Лунстрем, Йоганн-Себастьян Бах Гравий сонатый номер 2 для минуты 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 Гравий сонатый номер 3 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 для минуты После стажировки в знаменитом театре «Ласкало» Милан Станислав Черненков. Продолжим историю старинной музыки. Мы исполним... Арию из аратории «Самсон» Георгия Филиха Генделя Ариха Хараха. Такой персонаж, по-моему, был достаточно камертный, гадёныш, гадёныш, да. Вообще вся эта музыка, на самом деле ничего сложного нет, все человеческие эмоции в классике есть. Особенно у Моцарта, да. Дон Басильо, Бартова, Керубина вообще возвращались бы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «О вечной любви» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Анна Викторовна» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Анна Викторовна» «Анна Викторовна» Субтитры создавал DimaTorzok «Анна Викторовна» «Анна Викторовна» Петь, добро, пожалуйста, команда Я надеюсь, ты еще не ходишь, да? Замечательно На сцену приглашаю Анастасию Погорелову Меня, кстати, попрыли я По-французски звучит «Nuit des Toiles» «Звездная ночь» Потрясающий романс Клод де Бюсси Как раз я сейчас был на улице Вроде, да, «Звездная ночь» Такой романс По-французски «Звездная ночь» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА